Добрый день, уважаемый Ярослав Евгеньевич, уважаемые друзья. Сегодня у нас встреча здесь, в Доме правительства, с фракцией ЛДПР. Мы открываем серию встреч с депутатами. И, конечно, непросто разговаривать, начинать такой разговор без вашего бессменного руководителя, лидера ЛДПР Владимира Владимировича Жириновского. Мы все знаем, что он сейчас мужественно борется с болезнью, с тяжелой болезнью. Конечно, хочу и от себя лично, и от всех, кто здесь присутствует, пожелать ему здоровья. Я с ним познакомился в 1990 году, знаю его много лет как блестящего профессионала, яркого человека, яркого политика, настоящего патриота нашей страны. Конечно, нам всем его сейчас особенно не хватает. Коллеги, у нас впереди первый отчет правительства перед Государственной Думой, восьмого созыва. Он проходит в очень непростых условиях. Внешнее давление, которое сейчас оказывается на Россию и оказывается бывшими нашими партнерами, оно, можно сказать, беспрецедентно. Нарушена масса норм международного права. Россия сталкивается сегодня повсеместно с чудовищными проявлениями русофобии против наших людей, против наших спортсменов, деятелей культуры, против наших государственных институтов, да просто обычных граждан, русскоговорящих людей во многих странах мира. В этих условиях знаю, что фракция ЛДПР действует в Государственной Думе инициативно. Немало внимания Вы уделяете внешнеполитической повестке, связанной с защитой прав русскоязычного населения, наших соотечественников. Конечно, все это достаточно значимые темы, по которым мы готовы сегодня к диалогу с Вами. Когда мы общались в апреле прошлого года, представителями фракции поднимались вопросы, но на сегодняшний день многие из этих вопросов стали уже решениями. В частности, то же самое предложение Владимира Вольфовича Жириновского, о налоговых преференциях для предприятий, которые работают на Курильских островах, оно нашло не просто поддержку у президента, у правительства. Предприниматели, работающие сегодня на островах, уже могут начинать пользоваться новым специальным режимом. Знаю, что и недавно, 11 марта, экспертная группа фракции направляла в правительство свои предложения. Это такая часть большой совместной работы, в которой мы рассчитываем на конструктивную профессиональную позицию ЛДПР. По поручению президента правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и, конечно же, получениями достаточных доходов. Здесь, конечно, речь не только идет о повышении выплат, пенсии, пособий, но и о тех мерах, которые смогли бы помочь конкретным предприятиям преодолеть нынешние непростые проблемы. В первую очередь, нарастить производство важных товаров для внутреннего рынка, а также социально значимой продукции. Мы также ведем активную работу по реализации плана первоочередных действий, куда вошли около 200 инициатив, и часть из которых уже сегодня реализуется. Одна из самых чувствительных тем, наверное, о которой сегодня нужно сказать, это тема, связанная с доступностью лекарств. Здесь принят целый комплекс мер, которые сегодня упрощают и закупку, и регистрацию фармацевтической продукции и, соответственно, медицинских изделий. И важно, чтобы у наших граждан, конечно, была бы возможность продолжить принимать все необходимые для их лечения, для их здоровья препараты. А чтобы люди могли по-прежнему приобретать привычные товары, мы повысили лимит их ввоза в рамках электронной торговли без пошлин до 1 тысячи евро. Коллеги по Евразийскому экономическому союзу нас поддержали, и эта мера будет действительно на всей территории Евразеса. Также предусмотрели возможность предоставления людям кредитных каникул, если их доходы снизились на 30 и более процентов по сравнению с предыдущим годом. Соответствующее постановление о максимальных размерах таких займов подписано. Но еще очень важное направление нашей работы – это стабилизация на рынке труда. И теперь обратиться в центр занятости смогут не только безработные, но и те люди, кто находятся сегодня под риском увольнения. Уверен, что и у вашей фракции есть большое количество идей, предложений, которые могут стать основой для успешного законотворчества. Пожалуйста, давайте перейдем к обсуждению. Вам слово, уважаемый Ирослав Евгеньевич. Уважаемый Михаил Ильич, уважаемые коллеги, добрый день. Вы абсолютно правы, нам тоже с своей стороны тяжело находиться на этой встрече без нашего лидера Жириновского. Он находится в больнице, но мы все вместе желаем ему скорейшего выздоровления, и появления на рабочем месте. В нашей делегации сегодня присутствуют председатели профильных комитетов, которые возглавляют депутаты нашей фракции, в том числе и Леонид Ударьдович Слуцкий, старейший депутат, очень авторитетный депутат, единственный представитель парламента, который сегодня по решению президента участвует в переговорном процессе по регулированию кризиса на Украине. Что для нашей фракции почетно и очень приятно. Мы хотели бы, пользуясь случаем, поблагодарить правительство, все его структуры за тот конструктивный диалог, который выстроен между нашей фракцией и вашими коллегами. Мы всесторонне поддерживаем те предложения, которые правительство уже два раза вносило в рамках создания и в рамках принятия решений для того, чтобы противодействовать тем санкциям и тем ограничениям, которые есть. Мы всесторонне их поддерживаем, и одни из немногих предлагаем быстрее, без особых рассуждений, все это делать, чтобы это уже начинало работать. Рассуждать времени нет. Вы абсолютно правильно подметили, что мы на регулярной основе направляем наши предложения в Оперштаб, мы анализируем наши фракции, поступающие из регионов, предложения и продолжим это делать. Сегодня фракция доверила мне несколько предложений обозначить. После моего выступления мы просили бы вас дать возможность нашим коллегам выступить и задать вопросы. Я надеюсь, что тот диалог и те конструктивные наработки, которые у нас есть, в дальнейшем будут продолжены. Как председатель социального комитета могу подчеркнуть то, что с Министерством труда у нас не возникает каких-либо проблем в коммуникациях. Да, бывают споры, бывают очень эмоциональные споры, но диалог ведется постоянно. То же самое могу сказать про профильного вице-премьера Татьяна Алексеевна Голикова. Мы регулярно на разных площадках обсуждаем все самые серьезные проблемы, которые касаются, прежде всего, щепетильной и очень деликатной социальной и чувствительной социальной сферы. Теперь, позвольте, я перейду к озвучиванию тех позиций, которые мы на фракции обозначили. Ну, первое, вопрос, связанный с ценообразованием. Очень чувствительный, больной вопрос, и мы считаем, что не надо здесь стесняться, надо жестко, порой радикально наводить порядок, и здесь вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Несколько дней назад в Крыму прозвучали мысли о том, что будет нациализирован рынок, если там не прекратят необоснованно взвинчивать цены, мы считаем, что подобная риторика должна быть во всех направлениях. Народная ипотека. Мы разработали проект народной ипотеки, где можно до 5% обеспечить народную ипотеку. Направили ее также в ваш адрес. Если будет поддержка со стороны правительства, со стороны Центрального банка, ее можно было бы реализовать. Это поддержка всей строительной отрасли, раз это рабочие места, это налоговое поступление и решение жилищных вопросов. Необходимо провести некую амнистию финансовую, простить хотя бы части граждан долги за услуги ЖКХ, убрать всевозможные штрафы, пени за те же кредиты. И опять же мы возвращаемся к нашему старому предложению, но давайте мы хотя бы для отдельной категории граждан хотя бы временно предусмотрим НДФЛ в размере ставки 0. Те, кто меньше 20 тысяч в месяц получает, давайте для них будет нулевая ставка НДФЛ. Мы предлагали и настаиваем на том, чтобы такая мера соцподдержки, как продовольственные лекарственные сертификаты, была введена по всей стране, в отдельных регионах это и так сегодня действует, но мы считаем, что на федеральном уровне такая программа должна быть поддержана. Это целевые деньги, которые будут направлены целевым образом к конкретной социальной группе, для того, чтобы поддержать в непростое время. Просим рассмотреть возможность заморозить тарифы на услуги ЖКХ и прежде всего на электроэнергию. У правительства есть возможность, Государственная Дума это поддержала, индексировать пенсии, пособия, повысить МРОД, повысить прожиточный минимум. Мы считаем, что сегодня крайне важно поддержать покупательную способность наших граждан. Необходимо рассчитать, корректно рассчитать реальный уровень инфляции. Мы видим, что сегодня цены необоснованно взлетают, потом они падают, но определить крайне важно и проиндексировать, и повысить эти выплаты, мы считаем, что нужно как можно быстрее. Вы уже говорили про обеспечение лекарствами, действительно наблюдаются определенные проблемы в этой области. Мы предлагаем такую структуру предусмотреть в правительстве, как фармацевтическое агентство, для того, чтобы этому вопросу больше уделить внимания. В тех местах, где коммерсанты не готовы открывать аптечные пункты, киоски, аптеки, необходимо предусмотреть возможность, мы считаем, открывать государственные аптеки, если там не рентабельно бизнесом. Ну и мы сторонники, вы знаете, во фракции ликвидации фонда медицинского страхования и переход на прямое госфинансирование сферы здравоохранения. Принципиальным для нас является позиция, много лет озвученная ранее лидером ЛДПР, о том, чтобы у нас в стране была госмонополия на алкоголь, табак, сахар, и это бы позволило заметно повысить доходную часть федерального бюджета. Для поддержки малого и среднего бизнеса, прежде всего, мы считаем, необходимо наложить мораторий на различные штрафы и даже предусмотреть возможность либо приостановить, либо вообще закрыть исполнительные производства, особенно тогда, когда речь идет о вообще прекращении бизнеса. Это была бы такая хорошая мера поддержки сегодня. Торговые сети опять начинают занимать антисоциальную позицию и начинают диктовать свои условия, чем не дают возможность нашим поставщикам, нашим производителям представлять свои товары. Мы считаем, что здесь тоже надо более жестко отреагировать, отрегулировать этот вопрос для того, чтобы местные производители имели возможность и гарантию, что их продукция будет представлена на полках магазинов. Дороги сельской местности. Мы считаем, что сегодня для поддержки сельского хозяйства, в том числе, надо увеличить финансирование строительства дорог именно в сельской местности. Не снижать темпы поддержки сельского хозяйства, увеличивать размеры средств для субсидирования этой отрасли. И необходимо рассмотреть возможность, может быть, поддержать сельхозкооперацию везде, где это можно. На примере Татарстана, я это лично видел, как это работает, фермер занимается фермерством, бизнес занимается бизнесом. Общение с чиновниками, поставка, хранение, упаковка – это все делают коммерсанты. А фермеры занимаются своей работой, и это дает хороший результат. Наша принципиальная позиция – чтобы все рынки были восстановлены, чтобы люди имели возможность продавать, торговать, в том числе и такой вид нестационарной торговли, как автолавки. Мы подготовили проект закона, его внесем в ближайшее время, надеемся на поддержку правительства. Сегодня это была бы хорошая мера поддержки для того, чтобы граждане могли свою продукцию приезжать и реализовывать. Коллекторы и микрофинансовые организации. Это больной вопрос был раньше. Сейчас мы понимаем, что в тех условиях, в которых мы живем, он только будет обостряться. Поэтому наше предложение, пусть жесткое, пусть радикальное, но нам надо хотя бы временно запретить коллекторскую деятельность в нашей стране. Криптовалюта. Мы сторонники его фракции, чтобы этот вопрос был отрегулирован. Мы противники его запрета. И если смотреть на два шага вперед, мы вообще предложили бы, может быть, такую идею для поддержания региона в том числе, открыть некие офшорные зоны, криптограды, можно было бы так назвать, куда приезжает гражданин любого государства, имеющий криптовалюту, где можно легализовать, заплатить налоги, получить преференции и реализовывать свои проекты. Мы считаем, что должен быть список, как раз не исчерпывающий список, а постоянно, может быть, пополняющийся в зависимости от обстоятельств, список стратегических предприятий, где недопустимо присутствие иностранного юридического лица или физического лица. Вы подчеркнули, и я уже об этом сказал, что мы свои предложения вам направляем. Мы продолжим дальше направлять, учитывая то, что в основном мы все получаем из регионов, от наших депутатов, от наших региональных представителей. Большая просьба, все то, о чем я сказал сейчас, и то, что нам в дальнейшем будет поступать, анализироваться, направляться в ваш адрес, по возможности поддерживать, реализовывать. И всесторонне можно рассчитывать на фракцию ЛДПР при рассмотрении очередного антикризисного пакета, который правительство готовит для внесения в Государственную Думу. Я закончил, спасибо, и мои коллеги позже готовы тоже высказаться и задать вопросы. Спасибо, Ярослав Евгеньевич. Как всегда, у ЛДПР много ярких, интересных предложений. Несколько из них, наверное, я прокомментирую, и потом в диалоге еще пообсуждаем. Первое, это вы говорили о необходимости запуска программы «Народная ипотека». Ну, сразу скажу, что она существует, это «Народная ипотека», в первую очередь, она существует на селе. Это сельская ипотека, вы все знаете, и она для семей, которые проживают на селе, имеет возможность установления ставки от 0,1% до 3%. Соответственно, есть дальневосточная ипотека для приобретения или строительства жилья на территории этого федерального округа, там ставка не превышает вообще 2%. И есть также для семей, в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, также семейная ипотека действует по ставке, по-моему, 6%. И совсем недавно президент поддержал наше предложение о сохранении всех этих ипотечных программ. Поэтому мы такую работу продолжаем, сокращать не будем, и будем рассматривать также возможности, в зависимости от ситуации, ситуация непростая, для того, чтобы поддержать ипотеку. Антон Геннадьевич этим профессионально и занимается давно, и тоже поддержал, кстати, не увеличение этих ставок. То, что касается строительства сельских дорог, о которых вы говорили подробно, мы очень активно занимаемся этим вопросом. Могу вам сказать, что ежегодно приводится в нормативное состояние более 15 тысяч километров дорог, в том числе и местных. И такая работа ведется в рамках нашей государственной программы комплексного развития сельских территорий. Она очень популярна, мы ее и в Думе обсуждаем, все фракции ставят этот вопрос. В прошлом году было введено в эксплуатацию 75 объектов протяженности свыше примерно 228 километров. И на ближайшие три года в федеральном бюджете российским субъектам на осуществление дорожной деятельности предусмотрено свыше 843 миллиардов рублей. Стодительство дорог не просто продолжится, активно продолжится. На сегодняшний день это один из драйверов нашей экономики в период таких вот непростых кризисных явлений. Отдельно скажу о поддержке аграрного сектора. Нами приняты соответствующие меры, расширили поддержку предприятий хлебопекарной промышленности. Буквально перед началом нашего совещания подробно говорил с министром сельского хозяйства Патрушевым Дмитрием Николаевичем и с вице-премьером Абрамовичем Викторией Валерьевной. Регионы сейчас получат уже буквально на днях 2,5 миллиарда рублей, которые мы выделили на поддержку именно хлебопекарей. Дополнительно выделили также 12 миллиардов рублей на программу льготного лизинга, что позволит сельхозпроизводителям закупить необходимую технику. Мы продолжаем также субсидирование льготных кредитов, включая финансирование весенних полевых работ. Принято решение о выделении дополнительно 25 миллиардов рублей. Еще 5 миллиардов на обеспечение ранее принятых обязательств по субсидированию более 8 тысяч льготных кредитов, а также 26 миллиардов рублей на поддержку системообразующих агропредприятий, то, что сейчас делается как раз в нашей комиссии. Вчера еще направили, буквально решение было, 2 миллиарда рублей на субсидирование перевозок сельхозпродукции с использованием льготного железнодорожного тарифа. Все это в постоянном внимании правительства. Я просто хотел бы еще раз сказать, что мы прекрасно понимаем, что сегодня задача, связанная с обеспечением продовольственной безопасности, с тем, чтобы на полках были необходимые товары первого потребления, в первую очередь продукты питания, это основная наша задача. Ярослав Евгеньевич, Вы также сказали о необходимости освободить от уплаты штрафов представителей малого и среднего бизнеса. Абсолютно согласен. Здесь это хорошая поддержка для предпринимателей. Но уже в рамках антисекционного моратория на проверки, о которых Вы прекрасно знаете, в текущем году мы это реализуем, Дмитрий Юрьевич за это отвечает. Правительство уже запретило надзорным органам сегодня выдавать предписания об устранении выявленных нарушений, кроме исключительных случаев, когда речь идет о безопасности жизни людей. Вчера я очень подробно говорил об этом на правительстве. По поводу Вашего предложения по открытой сети государственных аптек, то это уже происходит. Уже сейчас регионы могут это делать. Такие аптеки, как я знаю, появляются в ряде наших регионов. Теперь по созданию специального режима, по осуществлению операций с криптовалютой. Мы очень подробно в прошлом месяце рассматривали концепцию. Все участвовали в рассмотрении этой концепции. Она была рассмотрена правительством после того, как Минфин внес ее. И, конечно, необходимо будет интегрировать механизм оборота цифровых валют в финансовую систему страны. Это на тему Вашего предложения. Но, без сомнения, решать такие вопросы можно только совместно с Центральным банком, чтобы оценивать риски, которые в том числе криптовалюта создают для денежного обращения России. То, что касается возможности майнинга, то, что касается возможности дальнейшего регулирования оборота, конечно, этим надо заниматься. И в концепции это было подробно изложено. Она, кстати, была нами утверждена. Поэтому с удовольствием рассмотрим все Ваши предложения. Считаем, что здесь все возможно, но, конечно, с участием Центрального банка. Продолжение следует...